Вопрос возникает, а что с кадрами у самого главы республики? А парочка министров уже находится под следствием и ждет приговора, да? Здесь кто-то тоже намекается, группа, кто-то из его министров там просто уходит, другие записываются, добровольцы-солдаты мобилизуются. Что происходит с командой-то ради, самого радио Фаридовича? Я понимаю, да, вопрос. Кадровый хаос и кадровый кризис, как бы, ну, он, во-первых, был с первых дней. То есть, вот это вот ватага веселых, развеселых ребят, которых он привез из Красногорска, назвать их там на самом деле командой нельзя. Радио Фаридовича раздувая щеки, всю дорогу называет их там управленческой командой, но без смеха, на самом деле, ну, почти всех из них смотреть нельзя, да? То есть, это, простите, Ренат Баширов управленческая команда? Или, может быть, Мурзагулов это управленческая команда? То есть, ну, вот это все, вот это вот гвардия там, Константин Шагимуратов, это управленческая команда, это просто друзья, это, как бы, собутыльники, товарищи, коллеги, там, в прошлом, прочее. Так вот, этот кризис сначала, дальше уже, ну, 4 года миновало, да? Ну, практически 4 года. И Хабиров не научился набирать профессионалов. Вот самое страшное, что с ним случилось, он, до него так и не дошло, что набирая верных нельзя спрашивать как с умных. Вот. И, соответственно, он все еще продолжает набирать этих верных. Ну, верные ему служат, но функционал близок к нулю у многих. Ну, вот взять того же там Борданова, которого пришлось отправить, как говорится, на, извините, специальную военную операцию, чтобы только уберечь его от, там, значит, внимания правоохранителей и гнева соотечественников. То есть, вот, это, ну, яркий такой пример. А в целом, да, в целом это кризис. Люди случайно дергаются из разных мест. Там, взять, там, Латыпова, Булышева. Очень много людей, которые вызывают просто недоумение. То есть, откуда вот они, что это, да, почему они, то есть, объясните. Ну, если для назначения на высокий пост, на серьезный пост, так скажем, существует ряд оснований и причин. Профессионализм, трудовой путь, достижения и прочее, да. Конкурс, в конце концов. В конце концов, конкурс, который тоже, в общем-то, выявляет эти кондиции. Да, то есть, вот, способности людей к определенным функциям. А здесь, значит, дружба, там, выпивка, там, воспоминания о прошлом. Вот это вот все очень важно при кадровых назначениях, да. То есть, там, сын друга становится мэром. Меня вот удивило, кстати. Слеза наворачивается, ведь как это классно, да. Нет. Вот, потом, ну, вот, ну, много, много всяких. Меня восхитило, как пресс-служба главы республики прямым текстом написала, что решение назначат Радмира Мавлиева, считаю правильным ранних решений. То есть, они уже прямо говорят, что нет никакой процедуры конкурса, вот я решил, и все, и так далее. То есть, они даже уже не стесняются. Безусловно, да. Нет, и Хабиров сам не стесняется. Он же постоянно подчеркивает, что он, там, поставлен Путиным, несмотря на то, что избран народом. Ну, то есть, у него такой, такой-то дуализм, вот это восприятие власти, да. То есть, он то власть захватывает, то власть, значит, там, ну, то ее, там, людей выбирают во власть. То есть, у него, ну, не могу пока сказать, я не клинический психиатр в том плане, что есть ли у него раздвоение какое-то, и есть ли множественные личности, но, действительно, тут наличствуют двойные стандарты. Возвращаясь к кадровой ситуации. Кадровая ситуация хуже некуда. И она ухудшается. То есть, набирание в штат, там, всяких, всякую Яну Гайдук, там, тех же Булышевых и прочих, это уже просто, вот, уже, ну, какая-то, вот, от безысходности. То есть, хоть чуть-чуть знакомых. То есть, они, ну, Хабиров, как человек глубоко сельский, очень боится незнакомых людей. То есть, в сельской местности людей мало, да. То есть, и всякие незнакомецы вызывают, ну, такое обоснованное и инстинктивное опасение. Это так вот было испокон веков. Вот у него примерно такая модель поведения. То есть, он только знакомых. Ну, а лучше близко знакомых. А лучше, чтобы выпивали вместе, там, или еще что-нибудь покруче. То есть, как бы, вот логика. Страшный большой кризис. И он пронизывает не только, как бы, правительство. То есть, вот эти вот верхние слои. Он ведь уже докатился и до районов, и до районных администраций. То есть, вот, квалификация чиновников на местах, чуть ниже, там, да, условно, там, в подведомственных учреждениях и в районных администрациях чудовищное просто. То есть, иногда сталкиваешься и думаешь, боже, ну, а если хотя бы чуть-чуть букварь-то почитать. Ну, то есть, люди, там уже, ну, такая яростная безграмотность присутствует периодически. То есть, непонимание функций государственного управления, то есть, совершенно, то есть, это вот уже вот прямо просматривается. Так что, кризис, он, ну, тут, как говорится, рыба гниет с головы. Соответственно, и внизу это понятно. А вот личная команда премьера выглядит более стабильной. Хотя, в принципе, там такой же, в принципе, назначение, скажем, набора рекрутирования своих людей. А все-таки, почему у Назарова все стабильнее как-то со своей командой? Ну, в принципе, да, впечатление создается, что в этой команде все стабильнее и более работоспособно. Но, понимаете, Рамиль, здесь изначально позиция Назарова была более выгодная. Потому что внутренняя политика, а как теперь выяснилось и внешняя политика Российской Федерации, и в целом Россия внутри, они давно пребывают в глубочайшем кризисе. И любой человек, который внутри региона, например, то есть, ну, условно, мы можем разделить, что Назаров занимается экономикой и хозяйством, а Хабиров занимается в целом управлением и внутренней политикой, да? Ну, еще немножко внешней политикой пытался заниматься, но, правда, как-то крылья подрезали. Ну, да ладно. Так вот, естественно, у Назарова была более выгодная позиция. Несмотря на экономический кризис и всевозможные сложности, все равно экономика – это более явные результаты, если заниматься ей, ну, нормально и всерьез. Теперь по поводу принципов отбора в этих командах. Да, безусловно, и там, и там хумовство присутствует, это очевидно, видно неуженным глазом. Но есть одна большая разница. Если Хабиров набирает вокруг себя людей по принципу, ну, вот, личной приязни и неприязни, то у Назарова, безусловно, присутствуют также принципы знакомства и взаимное сотрудничество в прошлом, но они изначально были построены на деловых принципах. То есть, ну, в крупной компании, условно говоря, человек не может работать, если он совсем бестолочь. Вот как мне один, ну, крупный функционер «Газпромнефти» говорил, что, понимаешь, вот у нас в бурении, например, нельзя по блату людей нанимать, буровая взорвется. Ну, то есть, вот, это очень важный принцип. Здесь то же самое примерно. Потому качество кадров Назарова в некотором смысле лучше. Потому что они отбирались по другим принципам. Опять же, повторюсь, да, конечно, там не без урода. Есть один там урод, например, или даже парочку. И не без принципов этого кумовства это тоже есть, как говорится. Ну, извините, у нас традиции такие. Продолжение следует...